Кто взорвал газопровод? По газопроводу сейчас очень интересно складывается ситуация, когда идет большой информационный посыл, что газопровод взорвали Соединенные Штаты Америки. Изначально была ситуация несколько иной. Была информация и о Штатах, и о Британии. Причем от Британии были конкретные люди, которые участвовали. Версия была такая, что вот эти конкретные офицеры британских вооруженных сил королевских на транспортном средстве, принадлежащем США, прибыли в данный пункт и осуществили закладку взрывного устройства. Сейчас это переигрывается, создается общий информационный фонд, что все-таки Штаты это взорвали без участия Британии. Ну, как бы это все, в принципе, красиво входит в конву, когда Британия все разжигает, сама отходит в сторону. Чем это опасно, чем это неприятно, скажем, для нас? Вот представьте, что мы поверили в эту американскую версию, а она оказалась на практике несостоятельна. У них есть, допустим, да, вот, пожалуйста, вот муляж взрывного устройства, вот съемка на месте, да, вот все факты подтверждают. Вот взрывное устройство ставят муляж, вот его убирают, например, или просто там его оставляют, но показывают конкретно, что это муляж и так далее. А мы повелись на эту американскую версию, для британцев эффект достигнут, британцам претензий нет, нет претензий к самому главному разжигателю. У Британии это самый главный разжигатель всего, начиная от химоружия и так далее. А переключились на Штаты. Ну, как бы, такая ситуация. Кстати, дальше про Британию. Есть очень забавная вещь. Очень забавная вещь. Если вы посмотрите на герб Ми-6, там увидите и единорог, и лев. Есть разные постелевые изображения этого герба. Откуда этот герб взялся и как давно вот эта вот Ми-6 существует? Из чего оно взялось? Было ли оно давно или недавно? Как глубоко в века уходит эта деятельность? Как бы, а Ми-6 мы узнали совсем недавно в исторической перспективе. Но вот совпадение картинок. Вот представьте, вот этот герб Ми-6 мы в XVIII веке, допустим, встречаем. В очень интересных обстоятельствах встречаем этот герб. Есть такие особые чернильницы, которые были у писарей в России. И имели эти чернильницы несколько типов изображения. На одном просто лев, на другом птица сирен. На следующем герб Ми-6 современный. А это писарь. Да, вот писарь он носит у себя на груди эту чернильницу на цепочке. Ходит он с этой чернильницей по канцелярии. Предположим, миграция кошачьих. Предположим, вот эта концепция действительно права, версия верна. И представитель Британии, или британской службы, или завербованной британской службы, находится в канцелярии Российской империи. Приходит какой-то человек, смотрит на писарей, к кому обратиться. Вот, пожалуйста, познавательный знак. Это как погоны. Британская армия. Здесь у тебя чернильница Ми-6. Чернильница британской короны. Пожалуйста, здесь единорог, а здесь лев. Вот такая вот версия. Просто озвучу, как рабочий вариант, с целью проверки, у кого какие сведения, может, когда это по этому всплывут. Но само такое совпадение, изобразительная часть, это когда герб полностью совпадает, это очень, очень необычная ситуация. Мысли из будущего. Социализм и коммунизм невозможно построить до тех пор, пока большинство людей будут талшными, эгоистичными и высокомерно горделивыми. Только когда в обществе будет процветать любовь, тогда исчезнет зависть и злоба по отношению друг к другу. Только тогда может быть построен социализм. Наше общество к этому пока не готово, но обязательно настанет. Обществу еще предстоит преодолеть этот этап роботизации, который, кстати, поспособствует какой-то мере построению социализма. Но это будет тяжело для обывателя. Вот эта вот наивность, пока большинство людей будет талшными. Большинство людей будет талшными всегда, эгоистичными всегда, высокомерно горделивыми всегда. Как бы вы там что ни исполняли, какой бы вы дрессировкой ни занимались, алшность, эгоистичность, высокомерие, горделивость, это естественное свойство от любого человека. От любого. Вы можете воспитывать, он будет, человек будет там не выглядеть так, стараться не выглядеть так. И хорошо, если у кого-то получится. Но большинство будет оставаться алшными. Это вот все просто говорильное какая-то. Более того, они не только алшными будут, они хищными будут. В трудные времена не будут есть друг друга люди. Каннибализм будет процветать. Это стабильно показывала история. Как начинается голод, начинается каннибализм. В Европе до 19 века этот каннибализм был. Че в Японии в 20 веке каннибализм, как система нормальная. Каннибализм. Японцы съели всех, кто жил на этих островах. Немножко айнов уцелело, остальные все съели. Ой-ой-ой-ой. Ребята, наивность, наивность, наивность. Социализм и коммунизм. Коммунизм, в принципе, недостижим. Волшебный вот этот коммунизм, когда все счастливы от каждого по способностям, каждому по потребностям. Вот это вот бредятина вся несуществующая, недостижимая. Это тупиковая верь. Сколько можно в эту наивность верить? Продолжение темы. Игра танк. На листах. Было бы здорово, если бы кто-нибудь создал игру самолетом и танком, падающим на листах. В принципе, если бы такая игрушка была, в нее можно было поиграть. Я не играю в игры. Вот я отказал себе вправе играть в игры. Отказал в начале компьютерной эры. Я вот маленько в косынку играл, поперекладывал. И то там короткое время, чтобы не заигрываться. Все. И на остальные игры я только смотрел и не играл, потому что жалко на это тратить время. Но попадание танка на листах я бы поиграл. Может даже заставка, когда дети кидают игрушечный танк в песочный листах, да? И потом самолеты такие. Как его сбросить грамотно на листах? Поиграл бы в эту игрушку для ознакомления. Раза три-четыре. Полчаса не больше. Мне нельзя играть в меня. Девушки отдыхают. Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok